29 августа 2014 года останется в памяти жителей Кориева как самый страшный день в истории села. Тогда, после окончания рабочего дня, на эту деревню налетел смерч, который буквально за считанные минуты стёр с лица земли чуть ли не половину населённого пункта. Без крыши над головой остались 34 семьи. Ураган разрушил 170 жилых домов, сельхозпостроек и социальных объектов. Погибли два человека, около сотни обратились за медицинской помощью. В общем и целом, из-за стихийного бедствия пострадали 754 жителей Кориева и ближайшей деревни Яноктаева. Пришла туча, дождь начался, забежали домой, муж в окно посмотрел, сразу сказал, что это идёт что-то необычное, которое мы ещё не видали, очень опасно, опасно оставаться в доме. У нас сразу он в погреб затолкал маму, дочку, сам прыгнул, только успели прыгнуть, получается, и сразу такой гул, сильный ветер, скрежет, мы уже слышали что-то, это необычно, что у нас действительно сильные разрушения идут. Хорошо, спасибо Богу, что оно быстро прошло, задержалось бы проблем, больше было бы, разрушений больше было бы, жертв больше было бы. Разрушения для этого небольшого населённого пункта были колоссальные. На сегодняшний момент 30 домовладений отсоединено от газоснабжения по простой причине, что просто не к чему подсоединять газ. С первых же дней в населённом пункте, который оказался в эпицентре урагана, был объявлен режим чрезвычайной ситуации. На ликвидацию стихийного бедствия, ущерб от которого был оценён в более чем 110 миллионов рублей, приехали спасатели со всей России. Разбирать завалы вызвались и многочисленные волонтёры. Помощь пострадавшей деревне оказывали всей республикой. 14 районов не остались в стороне от беды, постигшей Кориева. Силами 15 строительных организаций началось восстановление разрушенных домов и построек и возведение нового жилья для пострадавшего населения. Валерий Карлов, дом которого унесло ураганом, благодарит сотрудников предприятия «Камострой». Они в короткие сроки построили здесь новое жильё для многодетной семьи. Теперь о смерче напоминают только кирпичи от бывшего жилья, собранные во дворе хозяина. Дом полностью снесло, сараи снесло, бани, всё. Хоспостроек вообще ничего не осталось. Правительство Республики Башкорстан помогло всем мирам. Вот этот дом построили, улицу восстановили, можно сказать, полдеревни восстановили. Район, глава администрации тоже, раз в минуту, Гельмулин тоже. До конца работы тут просто, можно сказать, ночевал, всё делали. Благодарит строителей и руководителей района и республики ещё одна сельчанка Нина Шаяхметова. Пенсионерка родилась и выросла в Кориево. И день 29 августа помнит до мельчайших подробностей. Как испугались внуки, как в вихре урагана закружились домашние птицы, как машину перебросило с улицы во двор, а вместо крыши осталось открытое небо. В семье Шаяхметовых возводили жильё уфимские специалисты. Дом, говорит сельчанка, очень тёплый. У нас раньше был деревянный дом. Зиму мы сейчас перезимовали, хорошо. Тёплый дом. Дети у меня, внуки, босиком прямо ходили. Тепло. Днём 30, включаем газ. Вечером где-то 40. И то спать невозможно. Тепло. Кориево приходит в себя. Через год деревню не узнать. Вдоль центральной улицы возведены новые заборы. Такие же ограждения появились и на остальных улицах села. В этом году здесь выполнили работы по проведению водоснабжения. На днях вода поступит в дома кориевцев. На следующий год планируется у нас проектный документ для водосвещения второй очереди села Кориево. Это второй, где новый микрорайон, который пострадал от урагана. В этом году также сделано водообеспечение жителей Новый Чуганак. Ремонтирована деревня Котлинга. Это две-три улицы. Три улицы. Это улица Строителя, улица Солнечная и улица Мира. Планируется, значит, еще ремонт уличных дорог, завершить деревню села Кориево. Это улица Школьная и деревню Новый Чуганак. Вот так и на сегодняшний день живем. Значит, последствия урагана сейчас уже не сказываются уже. Она даже не заметна. Мы, наверное, видели уже. Народ работает. Но все равно на людях, значит, она внутри осталась. Вот такие ураганы, чтобы у нас не бывало. Не были. Такие еще не повторялись. Спасибо.